Субтитры делал DimaTorzok В общем, одна девушка написала комментарий, что она молилась, но Бог не слышал ее молитвы, поэтому она перестала верить. Почему кто-то получает ответы на свои молитвы, а кто-то нет? На самом деле Бог слышит все молитвы, то есть не слышать, потому что Бог, Он, Бог, Он все слышит. Часто Бог отвечает просто нет. Вот в этом и вся история, что люди часто думают, что Бог молчит, но на самом деле Бог, Он говорит. Но это очень нам, людям непонятно, потому что бывает, мы же типа хорошего просим что-то, но мы иногда не знаем, как бы, что мы выбираем, порой отказываемся от лучшего. Ну то есть потому что типа вот ты приходишь на рынок, и у тебя есть пакет, и ты вот в этот пакет можешь взять определенное количество картошки, помидоров, фруктов. И ты, к примеру, приходишь на рынок, и вот сразу на входе все покупаешь. Вот люди же мы хотим быстрее, мы хотим сразу, ну как бы быстро-быстро-быстро, в суете, в рутине какой-то. Но если мы не будем сразу покупать, а вот от этого откажемся, от этого откажемся, от этого откажемся, а пройдем дальше вглубь рынка, то мы узнаем, что оказывается там есть более разобразные продукты и, к примеру, по-другому. А вообще возможно, что ты можешь прийти, а там такое, знаешь, грандиозное шоу, открывается новый магазин, и все вообще просто бесплатно раздают. Но у тебя просто пакета нет больше. И куда ты будешь? В карманы набивать, да, там, за пазуху, да, огурцы эти, как мы раньше в детстве, да, когда по огородам лазили, там, огурцы эти набивали. Потом убегаешь, и все огурцы потерял. То есть вот часто мы, выбирая хорошее, отказываемся от лучшего. Эта история была с одним из братьев, да, который от первородства отказался. Ну, то есть вот они оба родились один вперед, другой чуть позже. Да, вот Исаф, и Исаф, и второй его брат, вот, да, которого все время обвиняют там в обмане и впрочем. Он вообще за пятку хватал, хотел родиться первым. То есть этому вот первому, ему это принадлежало по праву, по праву рождения. Но он пришел с охотой, был голодный. И он из-за голода, как бы, из-за сильной нужды, он просто не смог какое-то время подождать и получить все. И вместо того, чтобы получить все, он получил тарелку чечевичной похлебки. И вот часто мы, люди, думаем, что нам вот это надо очень сильно сейчас. А Бог нам просто, ну, это не дает, ровно потому, что у Него есть лучше для нас. Вот такой бывает ответ. Потом бывает, что молитва грешника – мерзость для Бога. Я не про эту девушку вообще, да, но вот часто люди, как бы, да, не разобравшись в своих отношениях с Богом, они пытаются использовать и узурпировать, как бы, вот Божью любовь и Божье добро на удовлетворение своих собственных корыстных интересов, к примеру. Но при этом они не готовы сами что-то Богу отдавать. Но если мы посмотрим на того же самого Иисуса Христа, которого, ну, Бог отдал, да, Сына Своего Единородного, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную перед этим, почему-то Бог попросил Авраама отдать ему своего Сына. То есть, и Бог, Он всегда будет смотреть на то, а что человек готов сделать. И это не то, чтобы коммерческие отношения, это просто отношение Бога к человеку, когда он показывает человеку, дает ему возможность, как бы, пожертвовать ему от чего-то. И самое, что интересное, что Бог, Он не убивает Исаака. Он не дает возможность Аврааму заколоть его, да, он останавливает его руку. То есть, вообще, в Торе, да, и в мусульманских, кстати, книгах, да, там написано, что Авраам ударил ножом. И Бог остановил его руку, а в одних из старых текстов, что нож попал как бы случайно в ожерелье, ну, вот у него там на шее, да, были, ну, вот они раньше носили, да, всякие там амулеты у них были, в амулет. То есть, ну, что это? Это Бог остановил руку. И, ну, Бог не остановил копье, которое убивало Иисуса Христа, Его Сына. Вот в чем история. Это отношение между Богом и человеком. И есть еще, да, что в Иакова написано, что вы просите и не получаете. А почему не получаете? Потому что завидуете, потому что вы исполнены злости, потому что не плотские ли вы, написано. И вы просите, не получаете. И дальше есть такая поправка. Не на добро просите. И многие люди, знаешь, они просят у Бога какие-то моменты, но они вообще не на добро, возможно, просят. То есть, поэтому Бог, понимаете, он не джинн в бутылке. Знаешь, ты такой потер его, да, вот. Сим Салаби, Махалая, Махалая, он вылез такой, исполнил все твои желания. То есть, Бог — это суверенный Бог. Бог — это тот, кто тебя создал. Может ли глина сказать горшечнику, да, что, ну, что-то ты не так меня слепил. Знаешь, часто такое бывает тоже. Я вот там, у меня вот такая жизнь, вот такая судьба. И люди, как бы, они ропчут и, как бы, обвиняют Бога в том, что, там, они разрушили свою жизнь, к примеру, сами. Или что они оказались в таких или иных обстоятельствах, наоборот. Вот. Ну, может ли изделие сказать, как бы, ты меня не так слепил. Ну, знаешь, есть люди тоже, ну, там, мы маленько в другую сторону уходим, но, вот, там, девушка какая-нибудь, да, смотрит сейчас нас и говорит, я вот там некрасивая, да, там, или какой-нибудь парень, да, там, смотрит, он говорит, ну, я вот какой-то ущербный, как бы, там, вот, и так далее. Это вообще обман, потому что каждый человек уникален, красив, Бог, там, ну, таким тебя создал, ну, все, классно. Вот, ты найдешь себе, каждый эсмеральда найдет своего квазимоду, понимаешь, а каждый квазимода, как бы, встретит, там, вот, каждый гном встретит свою белоснежку. То есть, вопрос, как бы, не, ну, как бы, не совсем правильный, типа, я молюсь, и Бог мне отвечает. А почему обязан он, что ли, отвечать? Ну, и, возможно, что, понимаете, молитву очень часто нужно жертвой подкрепить еще. Ну, это, как я и говорил, да, какую-то, ну, как бы, принести цену. То есть, всегда Бог смотрит, а что ты готов? Я всегда отдать, прежде чем получить. Потому что иначе, если мы будем Бога только узурпировать, дай, 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 дай. У нас был один брат с Нижнего Новгорода, и он всегда вот так, они растягивают чуть-чуть, и он так молился. Господи, дай мне. Знаешь, и, как бы, ты прям слушаешь, и он вот прям так вот молился. Господи, дай. И вот многие люди, они как будто вот из Нижнего Новгорода, знаешь, там, вот. Я хотя очень люблю этот город, он красивый, вот. Но они такие, Господи, дай, 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 дай. Бог говорит, дай уехал в Китай, как бы. Когда одна уже, Господи, надо будет, вот. Я хочу вот это сделать, вот это сделать. Просто это же закон сеяния и жатвы, он в молитве такой же. Ну, как бы, что посеять человек, то и пожнет. Вот, если ты постоянно просишь, 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 сам ничего не отдаешь, ну, рано или поздно лавочка закроется, магазин как бы закрыт. Вот, поэтому, да, не в Бога богатеют, к примеру. Люди получают от Бога, там, благословения, финансы какие-то, а потом они начинают в себя богатеть. И потом, ну, Бог говорит, да, слушай, вы какие-то странные ребята, я вам все дал, вот, вы, там, десятину даже не можете отдать, я уж не говорю, там, про что-то большее, вот. Вы, там, все, как бы, все, я, мне, мое, только моей семье. Я, ну, недавно, вот, там, с верующим разговаривал, с братом одним, корректировал его, он мне, там, утверждает, что все-таки самое главное – это моя семья. Я говорю, слушай, ну, так говорят язычники, так говорят люди, которые вообще не знают Бога. Почему? Потому что, ну, мы привыкли любить тех, кто нас любит, или доверять тем, кто нам доверят, вот, понимаете, то есть так все люди поступают. Но если ты человек верующий, христианин, конечно, должен любить свою семью, потому что в данный момент они твои ближние, да, и написано, кто о родных своих не печется, да, и о домашних, тот хуже неверного. То есть, потому что тоже есть другая крайность, мы всем служим, и в то же время ты не должен, как бы, идолизировать, ну, там, свою семью только. Но есть другие люди, которым надо служить, помимо, то есть своих близких, потому что многие вот так вот закрываются. Поэтому я думаю, что тут надо разобраться, ну, с первой причиной, а не с следствием, почему Бог не отвечает. Как-то так. Спасибо. Да. Следующий вопрос. Как все-таки зарабатывать миллионы и при этом не отступить от Бога, не потерять его, не потерять связь с ним? Надо книжку. На самом деле, книга «Бизнес по-честному. Как заработать миллионы, не потерять веру в Бога». Ее можно наизон. Я прям здесь последовательно, здесь есть вот 13 глав, чтобы разрушить религию, да? 13 число. Не для суеверных книга. Все просто и не просто одновременно. Это много чего нужно делать. Прямо подробно рекомендую в книге, наверное, несколько тезисов дам. Во-первых, нужно жертвовать. Потому что любовь – это жертва. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, вот Иоанна 3.16 – это золотое место в Библии. И Бог показывает нам, как надо любить. По большому счету, всегда любая любовь, она сопровождается, ну, как бы, жертвой. То есть, больше отдаешь, нежели получаешь. Вот это любовь. И здесь вопрос, на самом деле, если мы говорим о том, как не потерять веру в Бога, вера, надежда и любовь – это три сестры. Ну, написано, любовь из них больше. То есть, короче, ты не можешь, я, кстати, сам откровение получаю, да, ты не можешь сказать «я люблю, но при этом не верить и не надеяться». Понимаешь? Любовь не может быть без доверия. Ну, настоящая, если мы говорим, да. Не какая-то там… Потому что тоже в любви есть разные виды, да. Филио-любовь, да, там есть, ну, или дружеская, то есть, точнее, дружеская, да, филио. Есть сторги – это семейная любовь, да, там, родителям к детям, детей к родителям и так далее. Есть эрос, то есть, это, ну, между мужчиной и женщиной, да, любовь, вот, эротическая в том числе, интимные отношения. Есть агапы – это божественная любовь, которая как раз жертвенная любовь. Вот, и поэтому, как бы, как не потерять веру, то есть, нужно, чтобы была и надежда, и вера, и любовь. Нужно, чтобы любовь из них больше. Нужно, как бы, быть на пути пожертвования. Причем веру, ее надо качать всегда. Потому что вера – это же есть уверенность, да, в невидимом, осуществление ожидаемого. И время 11-го, прям, есть определение веры, да. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот, чем вера отличается от надежды, к примеру? Вот как ты думаешь? Ну, я думаю, что вера, ну, как раз-таки, как вы и сказали, невидимое что-то, ну, что-то масштабное и глобальное. Когда ты, несмотря на то, что видишь ты это или нет, ты просто абсолютно доверяешь, наверное. Ну, вера для меня как доверие. А надежда, ну… Ну, смотри, доверие – это что-то, нечто до веры. Оно так и называется – доверие. Интересно, да. Ну, то есть ты, как бы, это вот доверие – это мостик между надеждой и верой. Потому что что такое надежда? Надежда – это ты надеешься, но ты не знаешь, как это произойдет. Ну, то есть, как бы, надежда умирает последней, да, еще говорят. Ну, то есть, типа, ну, у меня был там партнер, да, раньше в бизнесе, и я всегда спрашивал, Лех, как дела? Он говорил, все будет хорошо. Я его всегда спрашивал, как? Потому что вера, она отвечает, как еще, понимаете? Многие думают, что вера – это, ну, просто я верю и все, тупо верю. Но вера, она всегда подкреплена картиной, планом, стратегией от Бога, откровением от Бога. Потому что вера, она всегда должна иметь основания. Надежда – это, по факту, тоже вера, но безосновательная. Ну, вот это конкретный, конкретный путь, как бы, ты понимаешь, как, но ты не понимаешь, когда. Понимаешь? Вот в чем история, да. А любовь, она почему больше, как бы, потому что, ну, любовь, она вечная вообще. Все и молкнет, все перестанет, а любовь останется, что Бог есть любовь. Поэтому, как не потерять веру, ну, ее надо кормить. Веру надо кормить, ее надо подкармливать. Нужно возвращаться, как бы, в молитву с Богом, да, потому что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И откуда берется вера? От веры откуда берется? Ну, вот спросим у наших зрителей, откуда берется вера? А слово Божье говорит, что вера, она отслышание. И вот понимаете, многие люди, они, нет неверующих людей. Просто есть люди, мы не будем говорить тут слово хрень, да, ну, вот в нашем, да, потому что это... Сказал, растение, да, такое есть хрен. Но люди, многие верят в всякую ерунду. Вот просто в ерунду. Ну, они верят. Верят, там, я не знаю, что можно с колодой поговорить, сказать ей какие-то слова, да, и там, колода, колода, да, там, и как бы, ну... Или там, верят в то, что инопланетяне существуют. Ну, то есть, или верят в то, что они встретят свое счастье, просто сидя дома. Ну, то есть, все люди, мы все склонны во что-то верить. Я читал, да, все верят, даже атеисты, и те не верят, слепо веря. И как отметили статисты, они рабы своей неверы. Ну, то есть, знаешь, мы все равно, как бы, не веря, верим. То есть, я не верю, я верю, что я не верю. Ну, то есть, мы не можем жить без веры. И тут вопрос, что веру невозможно потерять, веру можно заменить. То есть, просто идолу выдал и начать верить, к примеру. То же самое, нет людей, которые не поклоняются. Мы хоть так, либо мужчина будет поклоняться женщине, либо женщина мужчине, либо мы будем Майклу Джексону, Карл Готу, Лещенко поклоняться, Филиппу Киркорову, либо мы начнем поклоняться, натирать черепахам животы, стирая их, как бы, в надежде, что у нас появится богатство. Либо мы будем поклоняться каким-то многобожию какому-то, какой-то эзотерике. То есть, человек не может не верить и не поклоняться. Мы так созданы, она вшита на нас веру, ее потерять нельзя. Но можно потерять веру в Бога, в Иисуса Христа, просто сказав себе, ну, я вот там сомневаюсь, что Иисус Христос есть, потому что всегда там за верой идет сомнение. Все, вера, она от слышания. А слышание, оно от слова Божьего. И вот эта цепочка, она очень простая, что ты можешь потерять веру, начав слышать всякую чушь. То есть, важно, что ты себе вливаешь в уши. Это очень важно. И многие люди думают, что наполняясь творечивой информацией, наполняясь какой-то нечистотой и так далее, они при этом будут долгое время верить в Бога. Скорее всего, со временем, слыша совершенно чуждую Богу информацию, они будут терять веру. Она будет уходить, испаряться, заменяясь на совершенно другие основания. Вот и все. А слышание, оно должно быть от слова Божьего. Ну и слово Божье мы понимаем, да. То есть, у тебя должна Библия звучать в твоей голове. И должны звучать Божьи слова. И молитва. Опять же, да. То есть, нужно слышать Бога. Вообще, это вот как раз уходит в мышление. Потому что, по большому счету, да, наше мышление формирует та информация, которую мы мыслим. А мы и есть то, что мы мыслим. Об этом Слово Божье говорит. Вот там мы сделали программу мышления царства. И я в третьем уроке, да, вот в этой программе, как раз об этом прям подробно, очень подробно рассказываю. Нашел 105 убеждений, которые, люди, в которые верят, верующие люди. Ну, к примеру, что там богатым быть, это зло, к примеру. Или то, что я не могу преуспевать. Да много всяких. Или что моя семья родился в бедной семье, и значит, я всю жизнь буду бедным. Ну, то есть, огромное количество всяких разных убеждений. Это только с финансами связанных и с какими-то благословениями Божьими. И вот как раз, смотри, важно, чтобы понять, что мысль, нельзя победить мыслью, а можно победить только словом. Потому что мысли, они как птицы, они летают вокруг нас, и мысль, она, ну, может свить у нас в голове гнездо. Вот, а нейронные связи, они как деревья, да. И вчера, там, ты можешь просто поверить в какую-то чушь, в какую-то, через какое-то время вообще, ну, знаешь, я вот часто вижу там красивых девчонок, да, красивые. Ну, как ты, а кто-то ей сказал. Ну, какой-то дурак, возможно, просто там, да. Или она сама, сравнивая себя с инстаграмными определенными красотами, то есть, она себе представила образ и поверила, что красота должна выглядеть вот так. Это вот такие губы, там, вот такие глаза, там, вот такие уши, как бы, да, и вот там вот такая грудь, к примеру. И она в это уверовала, короче, и все. И вот она уже втыкает себе ботокс, как бы, там, в лоб, там, или в губы, там, да, или еще куда-то, и делает себе силиконовую грудь. Как, ну, то есть, как это произошло? Начала об этом думать, вот, начала этого хотеть. Похоть рождает грех, грех рождает смерть. И вот уже это божье создание, оно немного умерло. Ну, как бы, совершенно другой стал человек. Или как мужчина, я очень часто, да, вот на эту тему тоже говорю, как вообще произошло, что он стал женщиной. То есть, определенная тема, то есть, посев, как бы, который сеялся, сеялся, потом сидит, человек думает, такой, ну, то есть, у него есть все признаки мужчины, в том числе и половые, да, и то есть, человек сидит такой, не, наверное, это ошибка. Я, на самом деле, женщина, понимаешь? И все, и человек в это поверил. Он поверил в это до того, что он поехал и сделал операцию. Мы были однажды в Таиланде, и мы были в церкви в одной, и там на разные языки переводили, ну, и церковь там на английском была, и мы были, и там были тайцы, русские, американцы, ну, прям такая мульти, мульти, мульти церковь такая, мультинациональная. И мы были с этими, с, ну, переводчик нам переводил с наушниками. И рядом со мной стояла вообще симпатичная, красивая тайка. Вот. И тут вдруг она просто на колени падает, короче, начинает рыдать. Ну, знаешь, прям молится как бы. И мне, ну, наш переводчик говорит, Сергей, хотите узнать, о чем молится, ну, типа, этот человек? Я говорю, о чем? И она мне рассказывает, говорит, что... Да сейчас рассказываю, знаешь, мурашки бегут, и потому что это, ну, прям печальная история. То есть это на самом деле парень, который сделал себе операцию и стал женщиной. После того, когда он стал женщиной, он уверовал в Иисуса Христа, получил откровение о том, что, ну, это неверно, и он покаялся. И он о том, чтобы Бог дал ему денег для того, чтобы ему обратно стать мужчиной. Я вот думаю, как бы, представляете, насколько, как бы, дьявол, как бы, да, он внушил, как бы, да, вот человек, что... И сейчас, да, ну, ты смотришь, как бы, да, это довольно-таки, ну, большая, большие деньги для них, да. Это же, ну, вроде, как бы, ерунда какая-то, но это очень печальная, прискорбная история вообще, как это с человеком произошло. Поэтому вот так вот люди и подменяют веру, как бы, в своей жизни. Поэтому, ну, нужно какие-то базовые вещи, вещи сохранять в своей жизни, там, читать Библию. Потому что я вот Библию много раз прочитал. Я могу сказать сейчас, ну, о чем мне ее читать? Ну, смысл, как бы, да, ну, вот возьмите, да, мою книжку, да, и там, почитайте ее 60 раз. Ну, ее можно один раз, два раза, может, достаточно прочитать. Но с Библией совершенно другая, потому что Библия, так как исполняет меня, я... Ну, мне ее нужно читать. Поэтому, конечно, я ее иногда заставляю себя читать. Потому что это как есть охота, да, ну, вот, охота или неохота. Ну, то есть ты можешь сказать, ну, есть не хочется. Вот. Вот. А бывает, что есть не хочется, а ты уже болеешь. Ты не ешь, потому что ты болен, а ты даже об этом не знаешь. То же самое с духовным моментом. То есть ты можешь, ну, не хочется читать, надо себя иногда заставлять. Поэтому там надо читать Библию по плану. Молитва, то же самое. Да много всего. Церковь, опять же. То есть, потому что все-таки в церковь надо ходить. Многие верующие люди, они думают, что в церковь ходить не надо. Для чего ходить в церковь? Ну, там есть много разных, да. С кем общаться, там, да. Чайку попить, там, и далее. В церковь, конкретно, когда ты идешь в церковь, будь более готов к чему? К слушанию, к жертве. То есть, да, храм – это место, куда можно пожертвовать, куда можно посеять свои финансы в надежде, что они умножатся, да. Вот, отдать там еще что-то, да. Церковная магия. Многие люди думают, что надо жертвовать для того, чтобы деньги их умножились, как бы, да. Сим, Салаби, Махалая, Махалая. Нет. Нужно ходить в церковь для того, чтобы Слово Божье услышать. То есть, ты приходишь в церковь, как бы, там звучит молитва, Слово Божье и так далее. Ну, вот, наверное, такие базовые вещи, постулаты. Вот. Как-то так. Друзья, я хочу пригласить вас на программу «Мышление царства». Это моя авторская программа, в которой я собрал весь свой опыт в бизнесе, служении и финансах. Основная ее задача – переключить ваше мышление с состояния убытка и стагнации в состояние роста и изобилия. Пройдя эту программу, вы научитесь разбираться в финансах и вырастите в доходе. Найдете рычаги для роста и масштабирования. Разберетесь со своим призванием, миссией и служением. Эта программа не только для предпринимателей, она подойдет тем, кто работает в найме и самозанятым, а также она идеально подойдет для лидеров и служителей церкви. Более тысячи людей прошли наше обучение и кратно выросли в доходе. Нашли свое призвание и умножились в бизнесе и служении. Я решил подарить вам доступ к одному из уроков «Мышление царства». Посмотрите его, и тогда многое в вашем мышлении и бизнесе изменится. Ссылка в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...